Девушки отдыхают Ждем вас в торговом центре Урасаму, третий этаж Иногда кажется, что вся моя жизнь вот здесь, в телефоне Общение, работа, покупки, развлечения, ютубчик там посмотреть Удобно и коварно Особенно остро я это понимаю, когда вижу, как сын тянется к экранам Как зомби Я теряюсь Гаджеты – это безусловный вред? Или возможности, о которых мы еще пока не знаем Всем привет, меня зовут Вика Андреева И это программа для современных мам и пап Мы справимся Сегодня в выпуске Блогер Айал Винокуров о творчестве и самовыражении в соцсетях Я беру кайф от съемок От процесса съемки А, процесса сентября роликов Создают компьютерные игры Есть понятие высокий уровень языка и низкий уровень языка Это наоборот имеется в виду сложная ложность То есть низкоуровневые языки программирования, они наоборот сложными считаются Как приручить ребенка к чтению? Леонид и Мариан Циферовы поделятся своим секретом Сын у нас читает на время Он сам засекает Когда он начал читать Такой соревновательный момент получается И сам засекает, когда закончил читать Столько же минут он в ноутбуке смотрит мультфильмы О темной стороне гаджетов нам расскажет офтальмолог Светлана Потапова Ребенок начинает меньше, реже моргать Потому что он вынужден пристально следить Синдром сухого глаза Да, синдром сухого глаза уже не за горами за этим стоит А также новый лайфхак в копилку для мам и не только Уже есть исследования, которые свидетельствуют о том Что дети, которые сидят в гаджетах не больше двух часов в день Лучше учатся, лучше занимаются спортом И их мозг работает гораздо эффективнее, чем те дети, которые зависают в телефонах В теории звучит хорошо Не больше двух часов в день Ну посмотрите на нас самих, на родителей Жители Инстаграма, Ватсапа, ТикТок, Твиттера Вы в какой сети больше зависаете? Твой ребенок часто сидит в телефоне? Очень Ну на самом деле, я думаю, часто Если честно То есть прям тотального какого-то зависания в гаджетах у нас нет Ну вообще это, конечно, тема гаджетов Очень такая, да Скользко, да, мы даем Это, конечно, плохо, я понимаю, но иногда без этого никуда Да, есть такой момент, когда ребенок капризничает И как бы нужно его успокоить Какие-то дела свои сделать Возможно, приготовить обед, ужин, завтрак или еще что-то Когда, да, есть такое Даю телефоны, даю планшет младшему ребенку тоже Когда я была беременна, мы с мужем говорили Да, наш ребенок никогда не будет в телефоне Да, он там будет всегда книжками там занят, игрушками и всем остальным Но мы ошиблись, конечно, да Так как мы своим примером ребенку показываем, что мы постоянно в телефоне Вся наша жизнь как бы связана с телефоном Ему, конечно же, тоже хочется И как бы я считаю, что не надо ограждать там на 100% от телефонов Надо выделить определенное время, там час-два в день Чтобы он тоже как бы мог знакомиться с, не знаю, с технологиями Строго не ограничиваю Конечно, бывает у нее то, что совсем она не контролирует процесс, скажем так этот И сидит очень долго, смотрит YouTube, начинает смотреть лайк И вот это вот я начинаю слышать какие-то нецензурные там слова Естественно, в этот момент я понимаю, что ситуация, скажем так, выходит из-под контроля И в эти моменты запрещаю ей, как бы говорю, все, откладывай гаджет, все Но в целом каких-то строгих ограничений в использовании гаджета я не ставлю, да, скажем так То есть когда ей надоедает, она сама его откладывает в свой телефон и занимается уже своими какими-то делами Она у меня творческая личность Мы не ограничиваем сына, сколько времени ему сидеть в телефоне, он сам его знает меру Мы разрешаем немножко поиграть в планшет, она очень любит развивашки Ну и немножко посмотреть YouTube Причем, если раньше это были какие-то бесполезные мультики У нас ребенок старший, достаточно такая девочка интересующаяся И она сейчас сама выбирает на детском YouTube какие-то познавательные видео Поэтому, в принципе, наверное, это не так плохо, что она вот таким образом пытается что-то узнать Сейчас я уже осознала, что все плохое, что приносят эти гаджеты Поэтому я ограничиваю их использование от слова совсем Факт, что экраны портят зрение, я узнала очень рано Уже в третьем классе у меня было минус 5, а к 30 годам все минус 10 Я сделала лазерную коррекцию зрения, но что-то пошло не так И я до сих пор ношу очки и линзы У моего сына, к сожалению, тоже начинаются проблемы со зрением И этот факт меня беспокоит больше всего Давайте послушаем мнение опытного офтальмолога Детский нейроофтальмолог Светлана Николаевна Потапова За 35 лет в профессии не раз спасала и возвращала радость зрения маленьким пациентам Отличник здравоохранения России и Якутии Сегодня у нас в студии Светлана Николаевна Потапова И мы пригласили Светлана Николаевна не просто как опытного офтальмолога С огромным стажем работы, но и как маму и бабушку Вы правда боретесь каждый раз с внуками? Да Борьба за высокое зрение, за сохранение хорошего зрения У меня ведется, наверное, на протяжении 30 лет моего офтальмологического стажа Но теперь у меня активно развернута борьба с внуками Внуки все время в телефоном Да, 9 лет, 7 лет, конечно Телевизор, планшет и телефон Давайте возьмем вред от телевизора Существует сегодня понятие защитные экраны Сегодня есть понятие правильно подобранные очки Которые могут не иметь диоптрии, но иметь защиту от излучения Вредного излучения И это, в общем-то, рекомендуется людям, которые постоянно Целый день занимаются с компьютером Именно этим защитными средствами пользоваться Да, нам, телевизиончикам Детям тогда получаются специальные очки И получается компьютер, он более безопасный А, чем телефон? Чем телефон? А еще я хочу сказать, почерпнуть здесь такой момент Что телефон ребенок вынужден держать в руках И планшет он должен держать Если компьютер все-таки вещь стационарная Он работает только с мышкой Он работает с клавиатурой И все-таки он сидит за столом У него как бы уже правильная поза Ну, работающего в сидячем положении человека То планшет это очень удобная вещь Она очень завлекательная Ребенок, конечно, не может устоять от искушения И он с ногами залезет на свой любимый диван В уютное кресло И вот это вот черепа И скукожится в позу эмбриона И будет ему так интересно А если там еще будет... А позвоночник искривляется Совершенно верно Мы знаем, что ваш муж ортопед-травматолог Травматолог, да И вы наблюдаете это у своих пациентов И мы постоянно как бы эту тему обсуждаем И эта тема даже за эти годы имеет Особенность, что она немножко имеет свои особенности Меняется Потому что здоровье глаз ребенка Напрямую связано с правильной осанкой С правильным положением головы И, в общем-то, с правильным, хорошим позвоночником А у нас сегодня, начиная от того То, что даже ребенок рождается с родовой травмой Это тоже получается Работа для ортопеда-травматолога И плюс зрение Да, и эти вот проблемы Шейном отделе позвоночника Они очень сказываются потом Ущемляются, зажимаются И вот эта неудобная поза ребенка Который держит в руках планшет или гаджет Вот, ну, мобильный телефон Она обязательно приводит к сковыванию Плечи, ну, в общем, перклево Да, верхнего нашего конечности Плечи лопаточного этого сустава И все это переводит к перекашиванию К изменению осанки Ребенок уже как стричок Мы говорим Они приходят на прием Первым делом говорим Выпрямись Он вытягивается Буквально на пол головы вырастает Но пока смотришь его Пока обследуешь За две минуты он уже сдувается Как шарик Он уже вот такой сидит А ему всего-то 7 лет, 6 лет Да, то есть получается экраны не так вредны Да, оказывается, да Потому что они более рассчитаны на долгое время Да, они продуманы А планшеты, они удобные Они же портативные, они удобные А сегодня еще плохо то, что если раньше компьютеры Родители могли как-то дозировать Вот он 15 минут играет, вот он 20 минут играет А маленький мобильный экран мобильного телефона То есть вы так же, как и мы, задаетесь вопросом Что же делать, как отвлечь ребенка от телефона? Совершенно верно Сегодня это не только проблемы с глазами У нас мы говорили, что близорукость, снижение зрения То есть когда у человека, у ребенка сформировалось прекрасное, стопроцентное зрение Он идет в школу в первый класс, стопроцентно все видит Но мы помним, да, из нашей юности Что где-то в третьем классе, в пятом классе начинает снижаться зрение Мы раньше говорили, много читают книги Потом сказали, много смотрят телевизор Потом сказали, много сидят за компьютером А сегодня не читают, не сидят за компьютером, не смотрят телевизор Они не отрываются от мобильных телефонов Давайте подытожим тогда Гаджеты – это вещь хорошая, с одной стороны, развивающая интеллект ребенка А с другой стороны, она, я считаю, сегодня требует очень большой дисциплинированности В первую очередь от родителей Они не должны прикрываться тем, что это удобная игрушка Которая отвлекает ребенка и освобождает маму, папу от занятий с ним Они должны помнить о том, что в какой-то степени идет задержка и речевого развития И фантазийного развития А то, что ребенок, начиная с того, что он начинает меньше, реже моргать Потому что он вынужден пристально следить Синдром сухого глаза Да, синдром сухого глаза уже не за горами за этим стоит И после этого, дальше уже в дошкольном возрасте можно приобрести безрукость Да, и можно стать очкариком Очкариком на всю жизнь Берегите зрение, занимайтесь родителей со своими малышами Да, это наше общее пожелание Когда папа-блогер За блистательными и забавными роликами в соцсетях Стоят часы, дни, недели кропотливого труда монтажа и съемок И ты сидишь за этим телефоном, подбираешь музыку, монтируешь А надо же еще отдохнуть И сторис полистать И знаете, кто следит за всем этим процессом? Ваш ребенок Аял Винокуров яркий и харизматичный Его история началась с КВН Тогда, когда только зародился тренд на короткие и смешные видеоролики Вайны Аял Вайна снимал для себя ради веселья А сейчас он один из самых востребованных комик-блогеров якутских соцсетей Как бы мы ни ругали гаджеты, иногда они помогают соединить сердца двух влюбленных Так образовалась наша семья, гости Так, привет, Аял Привет, Лиза Здравствуйте Так, вы вайнер, да? Ну, типа, да Да, да, да Можно сказать и так, да, вайнер, вайнер Конечно, вы, наверное, много... Вы сами же монтируете свои ролики Монтирую другие, но я присутствую Ну, вы снимаете, сами выкладываете посты Отвечаете, общаетесь со своими поклопниками? С аудиторией, да, общаюсь А, и у вас пятимесячная дочь? Пятимесячная, да, в феврале мы стали родителями Можно, можно поклопать Прекрасная дочь Да, молодые мамы и папы Да, 15 февраля, в 15.35 родилась наша прекрасная... Да, точно знаю, когда Иветта Иветта Очень красивая Иветта Иветта Аяловна Уже пять с половиной месяцев, да? Аял, вы постоянно сидите в телефоне Так, монтируете Общаетесь с поклонниками Вы не боитесь, что дочка, глядя на вас Тоже будет в будущем сидеть в телефоне? С которой, как жена, посмотрю Вот, говорят, блогеры в телефоне Все время Ну, не сказала бы, что Аял все время в телефоне сидит? Я сам работаю в тюрьме Здравствуйте Сам работаю в тюрьме уже шесть лет Там телефон у нас не разрешается, это во-первых Я вообще не такой человек, чтобы вот постоянно вот так сидеть То есть у вас нет зависимости от этого? Нет, у меня вообще нет Я беру кайф от процесса съемки Процесса снимания роликов Да, ну, хорошее настроение там давать Это творческий выход был Блогер это не означает, что он в телефоне все время сидит Так как его творческая натура выходит, можно сказать Да Но сейчас, ну, есть же такая проблема Наверняка у вас есть друзья Ну, да, ну, сейчас время такое Что поделаешь 21 лет Родители сидят в телефоне Бабушки даже сидят в телефоне Прабабушки сидят в телефоне Конечно, ребенок будет сидеть в телефоне Время тогда... Какие плюсы и минусы? Какие у нас плюсы? Ну, что сказать Можно вдохновиться, смотря в телефонах, в приложениях что-нибудь сделать Рецепты те же посмотреть Узнать что-то, новости какие-то Да, вот, да, вот Как мать, вот, да, рецепты Как ухаживать за ребенком Как ухаживать за ребенком Как ухаживать за ребенком Вот для меня, как починить тумбочку, вот, например На YouTube посмотреть, да? Да, на YouTube посмотреть Как починить кран Есть всякие разные приложения же полезные Развивающие игры, те же приложения можно найти Ну, конечно же, в меру телефон нужно ребенку давать Вообще, ну, сейчас такое время Вообще быть независимым от гаджетов Это невозможно сейчас Да Но контролировать надо То есть вы планируете все-таки в будущем контролировать Ограничивать свое Ну, хотели бы максимально отдалить этот момент Максимально отдалить, да Время, когда мы дадим первый раз телефон ребенку Да, как со сладким, например Максимально этого Чем позже, тем лучше У нас все равно сейчас все дети в телефонах И мы не хотели бы, чтобы Ивета чувствовала себя обделенной По гостям, ну По гостям пойдем там Один ребенок будет Ну, конечно, да Мы будем максимально контролировать этот процесс Максимально, мы сами развлекать ребенка постараемся Быть родителем очень сложно, но мы справимся Уже точно понятно, что наши дети отражают наше поведение Мы в телефоне, они в телефоне И по мере взросления ребенок общается с гаджетом гораздо чаще, чем с семьей И только тогда начинают родители бить тревогу А что скажут сами дети? Я часто наблюдаю, что мои родители сидят в телефоне Я часто вижу, как мама в телефоне сидит Мои родители очень часто Я часто вижу, что мама и папа сидят в телефоне Довольно часто Работа моей мамы связана с телефоном, поэтому она сидит там часто Мои родители иногда сидят в телефоне Мама там, конечно же, работает, учится Папа тоже работает, мне там ненормально Переписываются, еще разговаривают Мама в телефоне зависает не часто Папа чуть-чуть почаще, но не часто Переписываются, либо говорят по телефону Наверное, они решают какие-то срочные дела Папа, я думаю, в телефоне работает Папа, я думаю, в телефоне работает Каждый раз ему потому что звонят или он сам звонит Работает, я думаю Хорошо Я думаю, мама, что она просто в WhatsApp что делает Вообще работает Пишут, что-то отправляют Папа играет в свою любимую игру, а мама играет в покер Я думаю, что они работают и отдыхают там и смотрят видео и всякое Чаще всего сидят в WhatsApp и обсуждают разные темы с друзьями, не знаю Обычно папа с мамой вечером смотрят кино Либо они либо в обед они там смотрят инстаграм, либо папа по работе работает Я хочу что-то сказать и родители не отвечают, они сидят в телефоне А что ты чувствуешь в этот момент? Ну, я говорю мама, 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 папа, папа вторая А они? Что сейчас-сейчас? Иногда ухожу расстроенный Я пишу иногда в WhatsApp, чтобы она мне ответила Моя мама сидит в телефоне очень часто И что ты чувствуешь? Да нет, я тоже часто сижу Играю, смотрю, переписываюсь Узнавать многое интересное Развлекается, пока я там, ну я отдыхаю Ну, обычно мам, когда отбирает мне телефон Я либо там рисую, либо за сестренку смотрю маленькой Либо оба смотрим мультики А что тебе дает проведенное время в телефоне или в компьютере? Ну, оно, если честно, не очень дает, только портит глаза, но это интересно смотреть Ну, если у меня включена голова, то я использую телефон, YouTube Для полезных вещей, типа, ну, короче, оригами, там, если включена голова А если не включена, ну, так, и тут вот там смотрю всякое Я не сижу в телефоне У меня нету видео на телефоне У меня маленький телефон Но я не жалею, что у меня, например, небольшой телефон Это, это хорошо Ну, например, крепче и медленнее расходует зарядку Я советую такой телефон всем Или большинству Пока нет долгосрочных исследований Влияния технологий на развитие детей Но в Кремниевой долине все чаще говорят о вреде И, кстати, родители там полностью исключают гаджеты из жизни своих детей Так сделали Стив Джобс, Тим Кук, Билл Гейтс И, кажется, еще Цукерберг, но это не точно Было бы здорово с ними поболтать на эту тему Но, как говорится, они могли прийти к нам в студию, но не пришли Сегодня у нас в гостях Программист, основатель IT-школы Алексей Илларионов И его ученик Владислав Прокопьев Гаджет-то вред или польза? Да Мне как раз казалось, что именно люди, которые в сфере, должны обосновать Почему мы все-таки не должны ни в коем случае ограничивать детей в использовании гаджета Вообще, в целом, я считаю, что вся опасность гаджетов, она очень сильно преувеличена Потому что, когда ребенок сидит в телефоне, что он там только просто отключает мозг, ничего не делает На самом деле, это тоже так же, наверное, говорили родители, наших родителей про, не знаю, телевизор А ранее, наверное, говорили про радио В каждом поколении есть такие моменты, когда более старшее поколение говорит, что все, вот это новое поколение, оно точно пропащее Все, ничего с ними путнего из них не выйдет Тот же самый Битлз, допустим, да, там все, они только слушают свой урок и все И при этом, при всем, эти же люди сейчас говорят те же самые вещи про ТикТок и всякие такие штуки Ну, погоди, ну а как же зрение плохое? То, что искривляются позвоночник, тут физиология страдает Да, то есть при каждом поколении всегда есть какие-то вот такие штуки, которые считаются, что все Деградация, хаос, смерть, пропасть, вот эти вот вещи все Вот, то есть это первый момент, который надо отделять Согласен с этой позицией? Да Скорее всего, мы также будем говорить про наших детей, то, что вот, допустим, они там в очках виртуальной реальности или еще что-то Да, 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 мы там вот в свое время хотя бы телефон держали в группах, а вы вообще там полностью мозг как бы в... А точно чипы Да, 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 то есть это первый момент, что всегда есть недовольство старшим поколениям, но новым И как бы оно всегда было... И его атрибутами времени Да, 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 да Вот, второй момент, про который надо помнить, когда мы говорим про гаджеты Нельзя вообще сказать то, что ребенок пропадает в гаджетах Потому что... Почему? На самом деле это то же самое, что сказать то, что ребенок пропадает в чтении Книг То есть он... Нет, нет, не только книг, вообще в целом Да, то есть когда мы говорим про чтение, оно нам более понятно, поэтому мы сразу уточняем, а что он читает конкретно, да? То есть книги там, или это газеты, или какие-то комиксы, там, вот эти вот вещи все Сидение за гаджетом, это та же самая история То есть... Только там уже родители не знают, где он сидит Да, конкретно То есть потому что... На запрещенных сайтах или в соцсетях? Или делает уроки? Да, есть тысячи активностей, которые можно делать за гаджетом Владислав, а что ты предпочитаешь смотреть? В 15-ти лет Я люблю смотреть, получается, научно-популярные выпуски Я смотрю Яну Топлиса, потом Дмитрия Побединского Вот, ну, QWERTY иногда смотрю Очень интересно рассказывают, и то есть я считаю, что, ну, какую-то пользу образовательную приносят А в соцсетях сидишь? Сижу, ну, в основном с играми, но так редко зайти и посмотреть, что в мире происходит Говорят, что вот все общение, вся дружба перешла в соцсети С одноклассниками конкретно, ну, больше вживую, когда в школе А, ну, дистант был, конечно, приходилось так Но мы с другом, например, общаемся Мы в WhatsApp только договариваемся погулять, то есть время и все А в основном все общение вживую у нас Чем вы занимаетесь? Когда, допустим, я начинал учать программирование в 20 лет, да Это был достаточно такой сложный процесс Потому что никакой структурированной информации нету Все разрознено и прочее Приходится самому искать, выискивать какие-то вещи Там вот эти вот, ну, как бы, большую работу нужно было проделать А сейчас что она? Соответственно, в профессию, то есть доходило до конца немногие И в профессию попадали, то есть уже такие люди закаленные И поэтому, как бы, был такой ореол вокруг программирования Что-то типа для избранных, для вот этого всего Сейчас совершенно противоположная история Вот 13-летние дети начинают изучать программирование Не имея никакой базы и никакого фундамента за собой И через два года уже делают какие-то игры То есть, ну, конечно, они не выглядят там так же круто, как остальные Но при этом, при всем, это полностью самописные, написанные игры А вот эти вот вещи все и прочее Владислав, было сложно? Поначалу да, конечно, я, получается, пришел в эти школы Я ничего не знал абсолютно Но когда вышел оттуда, у меня были достаточно крепкие знания И получается, ну, это очень большая работа Но ближе к концу ты уже понимаешь, что на самом деле Это не так трудно, как казалось Ага, а правда говорят, что там нужно быть и творческим И с математическим уклоном, складом ума То есть нужно знать математику, алгебру Ну, не прям так То есть это такой распространенный миф То, что там нужно прям быть суперматематиком Но, то есть, если тебе это нравится конкретно То ты можешь этим заниматься То есть там есть разные сферы И я думаю, каждый что-то для себя найдет, если ему это понравится Но здесь есть очень такой нюанс один Потому что сегодня программирование существует в нескольких таких уровнях, наверное, что ли То есть есть понятие высокий уровень языка и низкий уровень языка Это, наоборот, имеется в виду сложность То есть низкоуровневые языки программирования, они, наоборот, сложными считаются Вот, и есть программирование как раз-таки высокого уровня То есть это такие простые вещи, где реально не требуются знания математики, алгебры и прочее То есть именно, допустим, дети обучаются высокого уровня программирования Где не требуются глубокие знания и прочее Но при всем при этом, как бы, есть и другое программирование, да? Более низкоуровневое Давайте подытожим Все-таки технологии, зависание в телефоне Там есть свои огромные плюсы Правильно я поняла? Да Давайте, Алексей и Владислав, скажите по одному плюсу Самый главный плюс, который я считаю, это то, что ребенок из какой-нибудь деревни в Якутии, допустим Он общается, у него культурный контекст, информационный контекст Тот же самый, что и у ребенка где-нибудь в Европе и прочее Они смотрят одни и те же То есть получается география стирается Да, они смотрят одни и те же мультфильмы Они смотрят одни и те же мемы У них одни и те же шутки То есть культурный контекст, благодаря развитию вот этого всего-всего Он становится единым и глобальным Глобализация Да Здорово, слушайте То есть получается, он становится конкурентно способным Да, в том числе, да Ну я считаю, что плюс гаджетов это доступность контента То есть раньше, как Алексей заметил, нужно было там что-то найти Где-то очень долго ждать, там глубоко копать, чтобы что-то найти А сейчас ты просто взял телефон, зашел на YouTube и нашел то, что тебя интересует Да, спасибо большое, что пришли Будем всегда помнить о плюсах и минусах В борьбе с детской зависимостью от гаджетов помогают другие увлекательные занятия Активные игры, прогулки на свежем воздухе, походы, музыка, искусство Интересные книги Но для всего этого нужно тщательно планировать досуг ребенка Именно так поступают супруги Анциферовы Все родители, чьи дети зависают в телефонах, прильнули к экранам Как? Как им это удается? Понимаете, универсальных рецептов, наверное, нет Зависит от ребенка Но младшая дочка у нас очень любит читать Так уж получилось Повезло Да Здорово Наверное, это наследственно, да, я так думаю А-а-а, без ложной скромности Вария любит читать или Леонид? Да мы оба в детстве любили читать Она научилась читать у нас достаточно рано Во сколько? Сколько ей было? К четырем уже читала Ого Годам к четырем она уже читала, хорошо Ну, начинали, естественно, с детских С такой классики, Чуковский Агния Барто Стихи, Маршак, да, вот Агния Барто Очень нравится Даниил Хармс Ей приохотилась она у нас как-то вот к чтению И потом был еще момент Она собирала коллекцию у нас Да, мы покупали книги сериями Ого То есть за какие-то достижения она, соответственно, получала То есть ее мотивировали книги? Она, да Ни телефоны, ни айфоны? Нет, нет, она мотивируется книгами у нас Как бывает, ущипни тебе Вот, и даже одну из своих собранных серий книг Она подарила школьной библиотеке потом Поскольку посчитала, что она из этих книг уже выросла Да, и она решила, что нужно их отдать Младший у нас, он такой В телефоне сидит? Нет, в телефоне у него нет А, ну вот это главное Он такой экстраверт, вот ему надо, чтобы был постоянно какой-то движ, шум, гам-тарарам Что-то вот там А, любит, да? Постоянно что-то такое, да Ага Мы идем в бассейн Сейчас вот летом мы ходили на пляж, плавали На роликах тоже На роликах А зимой? Зимой мы выходили и вот вечером вокруг, грубо говоря Каждый вечер гуляли, да? Ну, фактически, да Уже даже иногда бывает, что на работе там или после работы уставший гулять не хочется Но дети говорят, ну давайте пойдем, сейчас пройдемся, просто вот пройдемся, прогуляемся Даже там не обязательно никуда заходить, просто вот мы вышли и идем Да, выдержка родителей идти, когда совершенно ничего не хочется, но... Надо Надо, значит, надо Он много занимается лего Вот к чтению сейчас мы его приучаем, ну достаточно, я считаю, достаточно ненавязчиво так, да Вот Мы решили найти какую-то книгу, которая его зацепит Мы пробовали комиксы, ну вот что мальчишкам интересно, что-то про роботов И, как ни странно, он зацепился носовым Вот детские рассказы, рассказы там вот Рассказывают книжка Живая шляпа, там вот все это, бенгальские огни, как они там пилились, кастрюли в сковородку Вот это его зацепило, и вот он носовым, прямо ему понравилось Когда дело доходило там до укладывания спать или еще что-то в таком духе Вот у нас была прям традиционная какая-то вечерняя сказка обязательно Один из методов, которые мы до сих пор стараемся так мягко использовать Сын у нас читает на время Он сам засекает, когда он начал читать То есть такой соревновательный момент получается И сам засекает, когда закончил читать С подсчетом минут у нас пока небольшие сложности, поэтому считаю обычно я Я ему объявляю цифру и по идее, ну вот в идеале, да, столько же минут он в ноутбуке смотрит мультфильмы Который выбирает там в ютюбе там или где-то вот Здорово, Леонид, спасибо Метод такой есть Получается, да, то есть нужно ребенка как-то использовать его азарт, если он есть, да, и увлечь ребенка Отличный способ Мы все знаем Леонида как исполнителя прекрасных песен Фрэнка Синатры Вот, а вы дома поете? Дома это получается вокальные упражнения А вокальные упражнения, как любые упражнения, там, допустим, для фортепиано Или для скрипки, или для любого другого инструмента Они рано или поздно начинают раздражать Домашних Потому что когда ты ходишь и просто А дети? Да Ну, дети Дети не повторяют за вами? Не повторяют Сын, например, очень хочет стать певцом Не знаю, насколько это у него получится, конечно Потому что с усидчивостью пока у нас проблемы небольшие А я знаю, что раньше у вас был опыт работы в сфере высоких технологий Это правда? Да, был Да Я долгое время работал системным администратором на государственной службе в федеральном учреждении Ну, то есть, получается, вы видите и плюсы гаджетов, использования гаджетов? Естественно, плюсы есть Да Например, что бы есть? Ну, например, даже вот в наше беспокойное время Есть такие хорошие гаджеты для маленьких детей, как вот часы с трекером, например То есть, когда ребенок надел часы, ушел в школу, он в любой момент может по этим часам позвонить маме, папе И не нужны телефоны? Мама или папа зайдут в приложение, узнают, где их ребенок в данный момент находится Он там нигде не потерялся, никуда там из школы не убежал или что-то в таком Или если он там где-то на площадке, то он, соответственно, на площадке Это, мне кажется, очень даже полезно Сейчас для гаджетов есть очень много еще и образовательных приложений и программ Вы используете какие-то? Мы одно время использовали вот алфавит, когда у нас младший учил буква Но тоже здесь необходимо даже не столько ограничивать, сколько контролировать все-таки Потому что дети, они существа очень такие пытливые, мы все знаем И, естественно, когда ребенок сидит в одном приложении, вдруг он там что-то нажал, у него всплыл какой-то другой экран Но ткнул еще куда-то, там появилось еще что-то, внимание у него быстренько отключается И он начинает там что-то делать Все что-то Да, грубо говоря, вместо полезного приложения начинает смотреть какие-нибудь бесполезные рекламы, например Чтение как способ отвлечь детей от гаджетов Редкий, но такой удивительный случай Будний мамы в декрете – это день сурка Одни и те же ритуалы кормления, сна, отдыха, игр И как только ребенок подрастает, играть нужно целиком и полностью Фальши ребенок не потерпит Ох, непростая же у нас работа, девочки Давайте поищем вдохновение в рубрике «Лайфхак от мамы» Мама, я хочу кушать! Мама, я хочу кушать! Мама, дай мне кушать! А, доброе! Мама, 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 мама Всем привет, дорогие друзья! Если ребенок ваш не знает, чем заняться дома Если вам мешает работать, все игрушки надоели ему В доме есть фломастеры, краски, карандаши, мелки Вы берите все это и идите с ребенком на улицу Везде есть природные материалы – камни, скамейки, стены Дальше фантазия ребенка А вы можете в то же время взять ноутбук, планшет, поработать на улице, пока ребенок творит Либо же взять вязание Ну, конечно, готовить не получится, но ничего страшного ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как достичь баланса в ограничениях и не сделать своего ребенка Изгоем среди сверстников Найти золотую середину сложно, но необходимо Наша задача сейчас показать своим детям, как войти во взрослую жизнь с пониманием того, как использовать технологии и избегать их себе во благо С вами было шоу «Мы справимся» И я Вика Андреева Пока-пока Ищите, где качественнее и необычнее провести время? Я вам подскажу Лофт – это не просто фотостудия Фэшн съемка в стиле VOG Лофт 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 Бэг